Итак, всем привет, с вами Неко-чан, и сегодня у меня долгожданный ролик, потому что каждый раз, когда в моём видео появляется ОАК с пересаженным шарниром, все тут же спрашивают, где я их беру, как их пересадить, какие есть нюансы, они есть, и о них я сегодня расскажу. В общем-то, я решила заодно поменять одному из моих заказов шарнир и рассказать вам. И наш подопытный это вот такой вот стоячий котик, и чтобы сразу предотвратить все возгласы о том, что я порчу оригинальных пэтов, что они редкие, они дорогие, вот вам фото этого кота, он был в отвратительном состоянии, и вот эти вот глаза в ручке, тут даже немножко видно, их было не исправить, а сзади у него прекрасное розовое пятно, про то, что половина градиентов тупо стёрлись, я уже молчу. Ну а также это пэт-хозяйки, она имеет право делать с ним всё, что хочет, вне зависимости от состояния. В данном случае она решила мне его отдать на ОАГ, так что всё, все такие комментарии я буду банить, и человек больше не сможет их оставлять, так как у него будет бан на канале. Всех люблю! И что же у этого кота не так? Ну, во-первых, у него не пружинит голова, как мы видим, вот я его пытаюсь как-то что-то с этим сделать, но она вверх-вниз не ходит, у этой же кошки она прекрасно пружинит, как мы видим, вот видите, она вверх-вниз вот так двигается. И также у него вертолёт, как называют это коллекционеры, когда ты легонько касаешься головы пэта, она просто пипец как прокручивается. Плюс ты ещё ставишь его в позу, а он немножко так обратно голову назад возвращает. У этой же кошки такого нет, то есть легонько, если я её трону пальцем, с ней ничего не будет, и поворачивать голову можно только прям с каким-то усилием, и позу она держит прекрасно. Есть у меня вот такой вот шарнир, который, как вы видите, я сломала, он должен выглядеть типа вот так, но тут у меня борчик отлетел, и на нём идеально показывает, собственно, из чего состоит шарнир, и как это всё работает. Я это объясняю для того, чтобы вы сразу понимали проблему и решали, нужна вам замена шарнира или нет. Во-первых, это палочка, вот этот конец вставляется в дырочку в теле, сейчас я вам покажу в какую. Вот такое вот отверстие в теле пэта, и сюда вот таким вот образом, господи, не могу попасть, в общем, вставляется вот этот вот штырёк. Далее. Шарнир состоит из пружины и из корпуса. И почему шарнир перестаёт пружинить? Как мы видим, что происходит, когда мы нажимаем пэту вот так на голову? Мы, получается, двигаем... Чё-то этот не пружинит, перестал уже пружинить, я его замучила, пока снимала все дубли. Вот, как мы видим, я нажимаю на корпус, и благодаря пружинке внутри корпус ходит туда-сюда, вниз-вверх, вот так. И со временем от воды, от каких-то активных игр пружина перестаёт вот так сжиматься и разжиматься. Она встаёт на месте, обычно в разжатом состоянии, и когда мы, собственно, трогаем шарнир, ничего не происходит. Далее. Почему появляется вертолёт? Всё дело в том, что как прокручивается шарнир у нормальных пэтов. Вот, то есть, ну, типа, как вот он хорошо, когда крутится. Крутится не сам шарнир, там никакого механизма нет. Всё дело в том, что вот эта палочка стоит в теле немножко свободно, что даёт прокручивать голову. То есть, крутится не сам шарнир, а просто вот палочка. И когда, опять же, пружина становится слабой, вот эта палочка от неё начинает отходить. Шарнир начинает вот так крутиться вокруг своей оси, и очень хорошо. Поэтому появляются вот такие вот вертолёты. Пока что мы ещё не придумали, как именно починить вот эти все штуки, поэтому приходится заменять шарниры. Итак, сейчас я расскажу про то, что бывает два типа шарниров. Потому что, когда я смотрела ролики на ютуб, почему-то об этом никто не говорит, хотя это очень-очень важно. Почему это важно? Потому что все шарниры берутся от других ненужных пэтов. Пока что никаких способов, как их можно сделать самостоятельно, я не нашла. Обычно эти способы достаточно недолговечны, и всё равно по именно характеристикам не заменяют полностью шарнир от пэтов. Так что нам нужно определиться, какой у нас у, так назовём, коллеги шарнир, и какой шарнир у донора. Как их различать и какие виды бывают. Всего есть два вида шарнира. Большой, или как его называют некоторые коллекционеры с двумя полосками, и маленький, как его называют коллекционеры, с одной полоской. Как мы видим, здесь достаточно большое различие в размере. То есть, всё дело в вот этих крылышках, которые вставляются в пэта. Если вы попробуете пэту с маленьким шарниром пересадить большой, он просто у вас не войдёт до конца. То есть, у вас будут торчать вот эти крылышки. А если вы пэту с большим шарниром попробуете пересадить маленький, он просто провалится внутрь, вы его ни за что никогда не вытащите, и придётся разрезать голову. Ну, либо вытащите, но через кучу страданий, и в итоге всё равно он будет нерабочий. Как же различить, какой у кого шарнир? Я возьму на примере не самых популярных форм, но о великой пятёрке и о том, у кого какие шарниры, я скажу чуть позже, если это вам информация интересна, потому что обычно меняют именно пятёрки. Итак, чтобы понять различия, достаточно просто посмотреть на шарнир снизу. Как мы видим, у Ласки здесь как бы два слоя пластика. Один это вот этот вот первый ободочек, как мы видим, и второй это уже то, куда идёт сама палочка. У шпица же второго слоя вот этого вот пластика нет, у него сразу вот этот вот слой, в который вставляется палочка. И таким образом мы можем сказать, что для всех ласок подходит большой шарнир, а для всех шпицев маленький. Если говорить о великой пятёрке, то есть о самой популярной форме среди пэтов, то у Кокера шарнир большой, у Таксы шарнир маленький, у Колли шарнир большой, я не знаю, тут очень плохо видно, но он большой, у Дога шарнир большой и у стоячки шарнир маленький. Ну и давайте наконец-то перейдём к тому, как же поменять шарнир. Итак, чтобы вытащить ненужный шарнир из тела пэта, его нужно разогреть. Я использую фен. Раньше я использовала кипяток, но эффект от него проходит достаточно быстро, и плюс иногда при том, когда вы вставляете шарнир, в некоторых моментах нужно дополнительно подогреть пластик. Мы ставим на максимальную мощность и температуру до такого состояния, чтобы пластик прям был мягкий. И, собственно, просто выдираем тело из головы. Оно с лёгкостью выдирается, потом нам нужно будет снова разогреть голову, потому что шарнир достаётся гораздо хуже, он там немножко приклеен, и я пальцами просто, к сожалению, это не видно, потому что я немножко криворукая и не посмотрела в кадр. Вот сейчас будет видно, да. Я как бы выворачиваю голову наизнанку, как вы видите, и шарнир начинает вылезать. После этого я его свободно достаю. Теперь время помыть нашего пэта. Для этого я использую зубную пасту и старую ненужную зубную щётку. У меня это колгейт, самый обычный и дешёвый. Я просто счищаю ржавчину, потому что это может потом загрязнить и уже новый шарнир. И после этого хорошенько всё промываю водой. Хочу отметить, кстати, что когда вы будете как бы сушить вашего пэта, старайтесь выжать из головы всю воду. И ещё я забыла отметить, когда мы вытаскиваем шарнир у пэта внутри головы, такая небольшая резиночка там внутри, которая удерживает шарнир. Очень важно быть с ней максимально аккуратным и её не вырвать, потому что иначе шарнир у вашего пэта просто будет утопать внутрь. Теперь, как мы видим, голова и тело чистые и готовы к пересадке. Чтобы пересадить шарнир, нужно начинать с самой сложной части головы. Я активно нагреваю её феном в течение, наверное, минуты или около того, чтобы всё хорошо было мягенько, как вы видите. Вот я сжимаю всё абсолютно мягенько и вставляю шарнир внутрь. Как мы видим, остаются вот эти крылышки. Как же их заправить внутрь? Это нужно делать так. Так, ещё раз разогреваем голову феном, и здесь нужно воспользоваться шилом, либо толстой иголкой. Самое главное, не тыкайте именно кончиком шила, а работайте с его боковой частью, сейчас будет видно. Не очень, конечно, понятно, но, как вы видите, вот здесь, наверное, сейчас будет видно, то, что я заталкиваю шарнир боком. Немножко, когда вы затолкнёте шарнир, потяните его на себя, и всё, в принципе, будет готово. Теперь, как вставить шарнир в тело. Для начала нам нужно опять очень хорошо его разогреть, и нам здесь понадобится то, что будет толще вот этой палочки от шарнира в несколько раз. Я обычно беру кисточку. Это нужно для того, чтобы шарнир хорошо сидел в пэте, потому что обычно, если я... Вот видите, кисточка, она гораздо толще, чем вот эта палочка. Если я просто вставляю, как бы, шарнир в тело пэта, он потом оттуда вываливается. Итак, после того, как мы разогрели нашего пэта, нам нужно вставить туда кисточку, после чего промыть его под холодной водой, чтобы, как бы, он у нас быстрее остыл, и это у нас закрепило эффект. Таким образом, после того, как мы вытащим нашу кисточку, если сравнивать вот с тем же донором, откуда я вытащила шарнир, как мы видим, наше отверстие очень сильно расширилось. И туда мы должны вставить нашу голову. Она должна вываливаться. Вот, как мы видим, она свободно туда ходит. Мы должны просто поставить пэта и снова все разогреть феном, при этом я хочу отметить, не трогая голову от слова совсем. То есть, видите, я держу просто пэта в руках, никуда голову не двигаю и просто его разогреваю феном некоторое время, после чего нужно дать ему остыть. Ни в коем случае не опять мочить под холодной водой, потому что после этого вода может попасть в шарнир и он может стать ржавым. И обязательно после того, как вы проделаете эту процедуру, и у вас именно вот остынет полностью пэта, он опять станет жестким, прокрутите голову полностью по часовой стрелке, как я сейчас буду показывать. Если она у вас начинает вываливаться, то повторите процедуру еще раз, это нормально. В первые разы у меня получалось вставить шарнир пэту в тело только с третьей попытки. И давайте теперь посмотрим подробнее на то, что у нас получилось. Во-первых, у кота теперь пружинит голова, а также она хорошо свободно поворачивается, то есть от малейшего движения пальцем, как мы видим, она не крутится. Я надеюсь, что это видео было вам интересным, а также полезным, потому что о нем многие спрашивали. С вами была Неку Чан, всем удачи, всех люблю, всем пока!